Привет всем! Я обещал вам показать вторую часть моей беседы с Севой Капланом, но кое-что очень резко изменилось. Я узнал о ситуации в Белоруссии, связанную с новой атомной станцией. Поэтому я решил встретиться со специалистом в этой области, а именно с Григорием Миргородским, который много лет проработал в атомной индустрии России, и он мне кое-что рассказал важное. Так быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? А вы что думаете? Мне интересно. Раз, два, три. Слышу тебя. Прекрасно. Здравствуйте, дамы и господа, товарищи, леди и джентльмены, а также все, которые еще не определились. Я считаю, что на Земле настал сейчас такой момент, которого еще исторически не было. Этот момент можно сравнить с той исторической ситуацией, которая была примерно 2000 лет тому назад, непримерно, а точно, когда родился Иисус. Вот сейчас у нас рождается новый Иисус, новый Мессия, по-английски Мессае. Интересно, какой он будет. Интересно, какие идеи он выдвинет на первый план. Потому что очень много идей сейчас просто взлетели над землей. И из-за давления этих идей человечество, весь социум Земли находится в психически возбужденном состоянии. Поэтому я называю наш сегодняшний такой дайджест, это такое обозрение ситуации в мире. Конечно же, мы акцент поставим на Беларуси, потому что сегодня Беларусь является как бы пуповиной всей ситуации. Посмотрите, ситуация в Беларуси сегодня затмила все, что происходит в мире. Иран, Ирак, Хабаровск, Сиэтл. А Беларусь находится, это сердце Европы, все взгляды к Беларуси. Но сегодня Беларусь отключилась опять от интернета. Кто это сделал? Зачем это сделано? Почему это сделано? Неужели в Беларуси появился новый Пиночет? Во время Пиночета ситуацию отслеживал весь мир. И все знают, чем это закончилось. А чем закончится сейчас? Поэтому я назвал нашу сегодняшнюю программу «Куда идем мы с пятачком?» Большой-большой секрет. На это я хочу получить ответ от моего соратника, друга, товарища по процессу выживания. Мы с Григорием сейчас пытаемся создать новый Ноев ковчег. И я предлагаю людям, у которых есть опыт, знания, подключаться к построению этого нового Ноева ковчега. Гриша, пожалуйста, расскажи нам, что ты нам показываешь на заднем плане. Сначала мы видели Пиночета, что мы видим сейчас. И почему ты в таком милитаристическом, так сказать, беретике? Ну, дело в том, что я очень люблю кататься на велосипеде в шлеме, а сзади моего шлема есть надпись «Сивик Пасом Парабеллум». Шлем называется Парабеллум. Хочешь мира – готовься к войне. Вот почему эта ситуация сегодняшняя очень волнует Сэма. Дело в том, что три дня назад, 20 августа, в первый энергоблок Белорусской АЭС загрузили ядерное топливо. Загружено 163 кассеты в реакторную установку. Поэтому наши опасения становятся очень мощными. Понимаете, в чем дело? У нас не просто Белоруссия в центре... Одну секунду, дополнительный вопрос, чтобы наши зрители понимали. Где находится эта конкретно АЭС? Сколько АЭС находится в Белоруссии? Одна, две, три? В Белоруссии находится одна атомная станция, но она находится на границе государства Белоруссии и, соответственно, сопредельного государства. То есть она практически... Какого сопредельного? Люди не знают. Ну, дело в том, что это долгая история, но я скажу кратко. Белорусскую станцию... А еще один вопрос. Она что, спала эта станция? Она не была в рабочем состоянии? Что только сейчас загрузили? То есть я уверен, что она когда... Подожди. Белорусская станция, белорусская атомная станция, она находится в Островецком районе. Она находится на границе с Европой, с Литвой и Латвией. Вот где она находится. То есть она находится ровно в том месте, где Литва и Латвия примыкают к Белоруссии. То есть на самом севере Белоруссии, так бы в треугольнике в таком. Литва, Латвия, Белоруссия. Это называется болевая точка. Это иглоучалование такое. Да. Это станция. Там сделан один энергоблок. Предполагается, что там будет два энергоблока. Каждый энергоблок мощностью 1200. То есть практически, если ее запустят, эта вся энергия может продаваться на Запад. Григорий, вопрос один очень важный. Важный вопрос. Я понимаю, что ты, значит, всем рассказываю, Григорий, именно специалист по атомным станциям. Занимается энергетикой и занимается, так сказать, искусственным интеллектом, который будет управлять этими системами и защищать их от каких-то хакеров, будем так говорить. Это очень важная работа. Поэтому мне интересно и вам всем интересно, когда была построена эта станция. Кто инвестировал в эти станции? Ну, я уже догадываюсь, кто инвестировал. Скорее всего, что Россия инвестировала, потому что в Белоруссии таких денег нет. Как долго она строилась? Все, что с этим связано. Пожалуйста. Дело в том, что эта станция, ее хотели построить довольно давно, в 70-80-е годы. Но в то время в Литве была станция рабочая. Как она называется? Игнолинская станция. Игнолинская станция, которую фактически ЕС закрыл. Да, и до сих пор будет еще до 2060 года ее обеззараживать, выделяя миллиарды долларов на ее обеззараживание. Чтобы не случилось второго Чернобыля. Там два энергоблока работало, каждый из них в полтора раза мощнее Чернобыля. Там работало по мощности три Чернобыля. И ее решили сейчас выключить, хотя она максимально очень много энергии нарабатывала. Ее решили сейчас выключить и выключили. И сейчас ее происходит демонтаж. Это очень сложная операция. Она собирается первый этап до 1936 года, второй этап до 1960 года. И эта станция также находится в озерном крае, город Висагинос. И очень красивое место на озерах. Я думаю, что ты там провел достаточно много времени. Я это не могу никак комментировать. Я могу только одно сказать, что я думаю, что на Игнолинской станции моих знакомых человек 10 работало. Все они ученые высшего класса. Часть из них уже живет на Западе, часть из них продолжает жить в России. Я никогда людей не хочу доставать на детали, потому что я понимаю. Но если наша публика, кто-то из нашей публики, кто нас слушает и смотрит, есть люди, которые так или иначе разбираются в ситуации энергетической, что сейчас в мире происходит, то вы все поймете, насколько важный был момент отключения этой станции. И насколько важный момент то, что сейчас Гриша расскажет о Белорусской станции. Ну да, там используется новейший реактор 3+. У нас в России уже запущены эти реакторы на Нововоронежской станции 1-й, 2-й энергоблок. И на Ленинградской станции 1-й энергоблок запущен. Значит, строительство сейчас 2-го ведется энергоблока. А здесь это запуск референтного блока. Это самый мощный, самый безопасный, самый лучший у него высочайший КПД. Срок службы его 60 лет, но реально он будет 80 лет служить, я думаю. То есть это... Мы говорим сейчас о Белорусской станции, подчеркиваю. Мы говорим о Белорусской станции. Еще, значит, я просто даю пояснение. Потому что я сейчас смотрю тебя с трех сторон. Как человек, простой зритель, который совершенно не подготовлен в этом вопросе, как человек, который более-менее подготовлен в этом вопросе, и как человек, который может строить какую-то конспирологию. То есть я с трех сторон пытаюсь смотреть и слушать, о чем ты говоришь. В данном случае ты не ответил на важный вопрос. Когда началась строиться эта станция... Первый грунт вынули в 2011 году. В 2011 году вынули... Какая мощность этой станции по отношению к Чернобыле? Это примерно полтора Чернобыля. И она начинает работать, если, как говорится, Бог даст, потому что только Бог может дать станции жизнь или смерть, так как любому человеку. Если Бог даст, когда она начнет работать в полную мощь? Она должна была... По плану она должна была запущена в конце этого года на полную мощность. То есть все уже готово, уже загружено топливо. Обычно месяц или два месяца испытывают системы. То есть она должна где-то в октябре, в ноябре к выборам как раз была запуститься. Давай мы остановимся на этом, потому что мы перегрузили тему атомной энергетики. Не всем людям это интересно. Но всем людям интересно сейчас, появится ли новый, или он уже появился, новый Пиночет. Поэтому верни картинку Пиночета и пойдем прямо, как по-нушему. Да, Сэм, я просто хотел сказать, что у нашего любимого господина, у него три дня назад появился мощный рычаг давления на всю Европу. Мы же не знаем... На весь мир, я думаю. Да. Потому что в сердце Европы загружено 163 кассеты с ядерным топливом. В первый энергоблок. И там вдруг могут появиться террористы из Центральной Африканской Республики. Но они будут почему-то все зеленого цвета. Они будут не белые, не красные, не черные. Они будут зеленые. Потому что зеленые уже отработаны. И вот такими ножами начнут резать персонал, допустим, станции. Понимаете, в чем дело? Вот такими бразильскими... Плохо видно. Приподнимись немножко и покажи ножи. Вот такими мачетами бразильскими. А эти мачета, они будут иметь кнопку, как у гиперболоида инженера Гарина? Вы знаете, в чем дело. Проблема в том, что... Можно... Вот ты как человек, который создаешь искусственный интеллект. Ты можешь создать вот такое мачета, а в середине у него будет луч гиперболоида. Но это можно сделать запросто, если купить несколько китайских лазерных указок и свинтить их хорошим скотчем. Получится ровно то, что ты говоришь. А люди в это время наденут очки вот эти, которые перенесут их в другую реальность. И они начнут жить другой жизнью. Совершенно запросто. Они начнут жить другой жизнью. Но в эту жизнь они уже никогда не вернутся. Совершенно запросто. Совершенно запросто. Итак, куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Политика Восток-Запад. В чем не хотят признаться спецслужбы? В реальной повседневной жизни происходят десятки и сотни криминальных и экономических преступлений. И, конечно же, в основном они совершаются людьми, знающими толк в подобных операциях. При этом широкие слои населения находятся в манипулятивном ярме и преступно содержатся в хаотическом, психическом состоянии. Все это делают соцсети. Однако такое состояние уже вошло в привычку. И в век IT превратилось в норму. Достаточно лишь глянуть на твиты, блоги, видеосюжеты. А главное, на реакцию и обсуждение важных и неважных вопросов. А как результат, опасное возбуждение толпы. Волна идет по всему миру. Не исключено, что по истечении десятков лет человечество сможет узнать тайны предыдущих мировых конфликтов, которые были, может быть, 10, 15, 20 тысяч лет тому назад. Мы можем получить хорошо смонтированные результаты. Но эти результаты будут монтировать победители. То есть новые правители. Так откуда же растут корни хаоса? Григорий, ты должен это знать. Тебя это учили. Ты не зря защищал диссертации. Писал, наверное, какие-то труды. Вот ответь мне на эти легкие вопросы. Мне, человеку с незаконченным средним образованием. Запросто. Дело в том, что есть теория хаоса, когда у нас ламинарный ровный поток, речка течет без всяких проблем, там ровная вода, гладкая, нету волн. Но у нас достаточно возникнуть маленькому камешку, когда после этого камешка течение реки превращается в бурный смешанный поток, и она превращается в горную речку. Достаточно одного небольшого камешка или ветки для того, чтобы превратить медленное ровное течение реки в ламинарный поток. Вот в чем проблема. И мы не знаем, что будет этим камешком, что превратит ровное течение событий в хаос. Но в данном случае мы видим очень много моментов, которыми можно воспользоваться. Это выборы в США, выборы в Белоруссии, которые уже прошли. Это ковид, вторая волна ковида и общая нестабильность обстановки. Ты согласен, Гриша, что сейчас на Земле происходят такие процессы? Которые в обозримом нашем прошлом мы не видели. То есть мы видели это примерно, что оно происходило в течение сотен лет, какой-то процесс. Сейчас это происходит в течение одного 2020 года. Даже то, что происходит с экономикой, когда стак-маркет поднимается, опускается на триллион долларов. Исторически такого не было. Когда новая пандемия, эпидемия захлестнула весь мир, и половина мира в это верит, а половина мира в этого не верит. То есть люди умирают, но другие люди говорят, что это так, это они умерли от испуга. Мне исключено, что кто-то умер от испуга. Но то, что эта пандемия существует, и она является большой опасностью, в первую очередь для жизни людей, во вторую очередь для экономики, и в третью очередь для общей политики, то это точно. Пожалуйста, твое по этому мнение. Мнение, я могу сказать, очень простое. Дело в том, что так называемое происшествие под названием «Черный лебедь» еще Насим Талеб описывал в своей книжке, когда у нас несколько факторов негативных складывается вместе. В данном случае мы видим наличие этих негативных факторов. Вот я сейчас привел историю с Белорусской атомной станцией, которая запущена как раз к выборам. И в Беларуси дело в том, что мы с господином Клименко на его передаче обсуждали... Делаю пояснение. Господин Клименко, которого зовут Герман, Герман Клименко, с которым мы, и Гриша, и я, как бы находимся в виртуальной связи, потому что почти каждый день он ведет очень интересные программы, как она называется, Гриша Дихотомия. И мы участвуем, переписываемся с ним, и мы видим, так сказать, вектор, который направление мысли из Москвы. А я параллельно с этим слежу с вектором из Америки. Поэтому мы сейчас начнем соединять эти векторы, и мы посмотрим, произойдет цепная реакция ядерного взрыва, или произойдет что-то позитивное, и мы сможем из этого, из этой энергетики, которая идет из одного и другого вектора, в точке соединения создать нечто, идею нового мира. Либо это будет взрыв. Это очень серьезно. Я бы очень хотел, чтобы Герман Клименко, и люди вокруг него, и люди здесь, в Вашингтоне и Нью-Йорке, посмотрели и послушали внимательно, я думаю, что они посмотрят и послушают, о чем мы сейчас говорим. Ну да, дело в том, что мы обсуждали в комментариях к его видеовыступлению вместе с читателями, на сколько частей делить Беларусь? Три части, две части или четыре части? Германия в 45-м году. Да, на что уважаемый Герман Клименко резонно заметил с непередаваемым чувством юмора. Ведь Беларусь такая маленькая, там и делить-то нечего. В Беларуси живет всего 9 миллионов человек. Это очень мало. Это население южного округа города Москвы. Понимаете, это треть нашего мегаполиса. Или даже четвертая часть мегаполиса. Поэтому это очень маленькая... Но территория, географически территория, очень важная. Кроме того, что территория очень важная, на этой территории находится определенное количество важных объектов, военных важных объектов, а сейчас плюс еще атомная станция, то это все создает вокруг Беларуси конфликтную, так сказать, ситуацию, конфликта интересов Востока и Запада. Сейчас там расположен один из самых мощных реакторов, одна из самых мощных энергетических установок, которая, кстати, очень надежна. Она рассчитана на прямое попадание самолета и имеет очень высокие степени защиты. То есть с технологической точки зрения она защищена. Другое дело, какое будет политическое решение вопроса, какая будет политическая воля. Потому что, как известно, сегодня в Беларуси очень многие объекты, инфраструктуры были взяты под охрану войск. Потому что Лукашенко... Сегодня город Минск был взят под охрану войск. Между прочим, еще несколько дней тому назад даже такое не считалось реальностью. Почему? Потому что московская пропаганда и люди, которых мы смотрим и слушаем, говорили, что конец батьке. А я говорил, что не конец батьке. И батька сам это сказал в интервью Гордону, Дмитрию, которого, так сказать, слушают сейчас и обсуждают это интервью во всем мире. И батька сказал, и он сказал перед рабочими своими, и в интервью он сказал, что его только надо убить, он сам не уйдет. Примерно то же самое в ноябре скажет еще один человек, но он уже намекнул на это. Человек, который находится в овальном кабинете, его зовут... Как его зовут? А, это же мой президент. Это мой президент, Дональд Трал. Он уже три раза разные корреспонденты у него спрашивают, если он проиграет выборы, официально проиграет выборы. Уйдет он из Белого дома или нет? Он говорит, я посмотрю по ситуации. Да. Ну, вы знаете, дело в том, что я недавно получил информацию, буквально сегодня, что президент России собирается проводить дальнейшие встречи по телевизору. То есть он собирается опять... Опять ты меня пугаешь. Опять ты меня пугаешь. Что ты меня пугаешь? Ты меня не напугаешь. Посмотри. Ты меня не напугаешь. Понимаешь? Посмотри сюда. Сюда посмотри. Да, да, конечно. Нет, ты посмотри сюда. Понимаешь? Понимаешь, да? Ты понимаешь или нет? Я готов ко всему. Да, я вижу. Давай продолжай. Так вот, я должен сказать, что в настоящее время мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда уважаемые... Это чтобы вы видели, что я тут готов ко всему. Посмотрите, это шляпа шерифа, а это меч шерифа. Но дело в том, что когда ситуация начнет изменяться, а ситуация может измениться в любой момент, мы наденем вот такую вот шапочку. Это шапочка северных штатов, ребята. Это серьезная шапочка. Но может так произойти, может так произойти, понимаете, что и север может проиграть. Поэтому у нас есть шапочка конфидератор. Это южных штатов шапочка. А меч, он что южный, что северный, он голова с плеч. Понимаете, да? Но дело в том, что может вообще все измениться. Вообще может все-все-все может измениться. Поэтому у нас еще и вот такая шапочка вот есть. Вот такая вот шапочка. Видите? Знаете, что это за шапочка? Сейчас я вам покажу. Даже Гриша не знал, что я подготовился. Вот такая вот шапочка у нас есть. Понимаете? Прекрасная история. Прекрасная. А сабля, она при любой шапочке подходит. Понимаете? И я не зря сказал о сабле гиперполоиде инженера Гарина. Вот в моей сабле как раз есть лучик. Вот тот лучик, который может заглянуть в любую щелку. Ну, хорошо, хватит шуток. Но это были не шутки, как вы понимаете. А главное вот со мной всегда. Видите? О, о. Да. Видите? У меня вот, о. У меня, у меня кругом, у меня кругом. Бог блесит Америка. Окей. Все, Гриша, продолжай. Да. Проблема заключается в том, что есть еще одна небольшая история. Возможно, наши уважаемые зрители не очень хорошо ее знают. Но, тем не менее, она есть. Дело в том, что во время своей совместной работы Пиночет с Альенда сделал колоссальную карьеру. Они были друзьями, не разлей вода. Понимаете? Вопрос, кто носит фамилию Пиночетов в правительстве Белоруссии? Кто этот человек? Давайте внимательно посмотрим на нашу картинку. Видите, они работали вместе, и Пиночет сделал прекрасную карьеру в правительстве Сальвадора Альенде. Они дружили между собой, представляете? Давайте подумаем, кто может быть этим человеком. Сейчас я попытаюсь немножечко ознакомить людей, тех, кто не в курсах, так сказать. Есть такой Бабарыка, который очень нелюбим. Батька и Лукашенко. Очень нелюбим. Почему? Потому что Бабарыка представляет собой Газпром России. Мощнейшую финансовую структуру. Есть другой человек, которого фамилия, назови фамилию айтишника самого крутого, Гришин, если ты знаешь, самого крутого айтишника белорусского. И он является одним из лучших специалистов айти в Белоруссии. И за несколько лет в Белоруссии, мне при помощи России за последние 4 года было создано очень мощный айти хаб. Ты согласен с этим, да? И фамилия этого человека Цепкало. Очень сложный человек, как говорят, очень сложный человек. К нему очень тяжело подходы найти. Ну, как любой айтишник, вот Грише тоже очень тяжело подойти. И Цепкало взял паттерн, ну, то есть он посмотрел, что сделали американцы в Коста-Рике. Как Коста-Рика, тебе известно, что в Коста-Рике очень сильная айти, и там такой айти хаб. И почему? Потому что жизнь там примерно в 4-5 раз дешевле, чем в Соединенных Штатах. И айтишники, а я был в Коста-Рике 2 года тому назад, там просто прекрасно, там жизнь как в раю, и можно работать на расстоянии айти. И то же самое, в общем-то, может стать Белоруссия. Сможет ли Беларусь стать такой? Не будет ли мешать Восток и Запад? Мне кажется, и Востоку, и Западу очень выгодно, чтобы Беларусь стала вот таким айти хабом. Но все захотят пользоваться этим хабом в своих интересах. Вот много вопросов я сейчас сконцентрирую. Так вот, значит, кто вылетает из этой игры, я сразу могу сказать, Лукашенко. Он никаким боком этого не понимает, это не его парафия, так сказать. Лукашенко, он больше сельским хозяйством и перепродавать западный товар, вот это он. Но сегодняшнее и завтра, сегодняшнее и завтра Белоруссии – это айти. Поэтому вопрос к Григорию такой. Может ли Беларусь стать вот таким оазисом айти индустрии? Я должен сказать, что уважаемый Валерий Велиминович… Повторяю, это Цепкало. Люди не знают, что Цепкало зовут как? Я же только что сказал. Его зовут Валерий Велиминович. И Валерий Велиминович, он был руководителем предвыборного штаба Лукашенко на выборах 1994 года. Вот мы и соединяем вот эту фотографию с тем, о чем мы говорим. Притом у нас идет экспром, полный экспром, поверьте. Да. Он был соратником его и руководителем его штаба. И он сделал технопарк. И на самом деле, учитывая, что в Беларуси потрясающее количество молодых людей серьезно занимается компьютерными технологиями, на мировом рынке они представлены сейчас очень сильной диаспорой белорусской. То есть во всех проектах есть сильные белорусы, которые очень хорошо работают в IT-индустрии. Я думаю, что это довольно сильный ход. И я думаю, что айтишники Беларуси смогут поднять Беларусью и Россию с колен. Почему? Потому что вслед за айтишниками Беларуси... Очень маленький вопрос. Я же занимаюсь больше экономикой, потому что я бизнесмен. Так вот, насколько я знаю по цифрам и фактам, что буквально за 3-4 года практически из ничего сегодня белорусская IT-индустрия, в общем-то, имеет оборот полтора миллиарда долларов. Это так или не так? Ну, колоссальные обороты и, значит, действительно эти обороты, скажем так, Беларусь продает... Одну секунду, для населения в 9-9 миллионов человек, полтора миллиарда оборот IT-индустрии, это значит вся страна может просто сесть на этот хаб, а вот эти старушки и старики будут заниматься сельским хозяйством, говорится, пока не поумирают, а потом просто вот все сельское хозяйство станет на автоматизированные, ну, компьютерные там роботы просто будут работать в полях, а вот эти вот ребята, молодые интернетчики, просто будут все миллионеры. Вот такое будущее, вот только... Это как Арабские Эмираты, только даже лучше. Ну, да, есть несколько тонкостей. Дело в том, что у белорусов было очень сильное математическое образование. Они были часто призерами Олимпиад, и Советский Союз размещал там огромное количество электронной промышленности. Там были очень серьезные предприятия электронной промышленности и готовили очень серьезные кадры. Это все сейчас выстрелило, и сейчас люди на этой математической подготовке, они прекрасно выступают в мире IT. Но дело в том, что, значит, компьютерочки из Белоруссии, они работают вместе с российскими, они очень частные связи имеют, и во всех крупных мировых индустриях их влияние заметно невооруженным глазом. Кроме того, они пишут очень качественный код. Качество кода, это стоит сейчас во главе угла. Вы можете нанять миллион человек, код будет некачественный. Я дам маленькую вставочку. Мы с Гришей буквально пару дней тому назад именно об этом говорили, потому что у меня тоже интернетный бизнес, у меня в интернете магазин уже более 17 лет. И на eBay, и на Amazon, и я вижу, что там происходит. За несколько лет там сменился очень сильно состав разработчиков, которые пишут коды и которые выстраивают алгоритмы. И с каждым годом становится все хуже и хуже. Почему? Потому что на работу наняли людей из Индии, людей из Филиппин. Они хорошие люди, ничего к ним претензий не имеют. Но в связи с тем, что их уровень жизни, это не европейский и не американский уровень, естественно, они при очень низкой зарплате не дают качественную работу. Зато очень дешевую. Значит, в связи с тем, что банки крышуют всю индустрию, в том числе и IT-индустрию, то банки, как дикие капиталисты, они не изменились за 200 лет. Они не изменились. Они как были дикими, так и не остались. Из-за этого происходят все вот эти кризисы. Страшные финансовые кризисы, которые происходили в конце 20-х, в начале 30-х годов, которые происходили уже после войны несколько раз. Последний был в 2008 году. И тот кризис, который сейчас происходит вместе с пандемией, он таки добьет эти банки. Но банки не хотят умирать, как говорится. Они хотят, чтобы мы все умерли, а они остались. А что они без нас будут делать? Вот о чем мой вопрос, Гриша. Я опять никак не сконцентрировал, но мы уже общаемся полтора года, Гриша меня понимает. О чем я говорю? Что вот эта жадность, жадность от сверхприбыли, дает низкое качество. От низкого качества страдаем мы все. И когда IT работает на низком уровне качества, любому хакеру легко туда заехать и просто превратить это все в коллапс. Ну, я могу ответить на вопрос Сэма по поводу устойчивости банковской системы. Дело в том, что сейчас у нас были попытки ввести новую валюту на основе биткоина. Этих валют появилось довольно много. Это у нас был биткоин и его производные. И люди начали думать о том, как заместить этими виртуальными деньгами реальные деньги. И на бирже биткоинов, на бирже криптовалют торгуются довольно большие суммы. Но сможет ли стать криптовалюта революционером, который изображен на этой картинке, как вы знаете? Фидель Кастро... Который привлек внимание со всего мира в течение 10 лет он вообще на всех первых полосах был. 20 лет было его влияние. И, как говорится, до сих пор есть его влияние. Во всяком случае, вся Южная Америка живет под его влиянием. А человек начал как бы свою карьеру в 50-е годы. Он был миллионером, он был капиталистом, он был рабовладельцем. Ты знаешь эту его историю? Я надеюсь, что ты знаешь, если люди не знают. Он был рабовладельцем, у него были свои плантации, у него было все хорошо. Но ему было этого мало. И теперь ты, я понимаю, сравнишь его с его продолжателем, да? Да, совершенно верно. И я хочу сказать, что это ситуация как с криптовалютами. Сейчас криптовалюты, как кастры, завоевали себе остров. Остров криптовалюты, как остров Куба. И они могут 10 лет там быть. Они могут быть 20 лет. Но при этом они могут нагонять ужас на окружающие страны. Что там происходит? Что в этой империи биткоина? Как он дальше будет торговаться на бирже? Какая страна пойдет за ним? И, кстати, Белоруссия была страной, в которой были разрешены казино, и в которых было разрешено работать с криптовалютой. Так что, уважаемый товарищ Лукашенко, у нас был очень прогрессивный человек. Он и казино разрешал заводить у себя, и криптовалюты разрешал развивать. Вот. Мало того, он при всей своей совковости, а мы понимаем, что это очень совковый человек, и он всегда это признавал, что он советский человек, он, как на него Запад не давил, он не ломался. Как на него Путин лично не давил, он не ломался. Если он в течение 26 лет выстоял таких два давления, кому это в Москве стукнуло в голову, что они его могут поломать за короткий срок? Они его надломили. Да, они его очень серьезно сейчас надломили. Но поломать они его не смогут. Тем более, что у него в руках сейчас есть атомная станция. Если Москва думает, что они пришлют там спецвойска, которые будут охранять эту станцию, а батьков последних конвульциев не сможет найти группировку, которая подавит эти спецвойска для того, чтобы шантажировать весь мир, то московские генералы очень ошибаются. Я хочу, чтобы они меня послушали. Я просто портной. Это мнение. Но, как известно, портной портному рознь. Пьер Карден тоже портной. Поэтому расскажу вам про Белорусскую АЭС. Белорусская атомная электростанция расположена в северо-западной границе Белоруссии, рядом с Варняной, 18 километров от города Островец, Гродненской области, 50 километров от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод в эксплуатацию происходит сейчас. А окончательно в 2021 году. Электрическая мощность планируемая 2400 мегаватт. Количество энергоблоков 2. Физический запуск первого блока АЭС уже состоялся в 20 августа, как Гриша и сказал. На первый квартал 2021 года запланировано полностью запустить промышленную эксплуатацию первый энергоблок. Основной партнер Белоруссии в проекте по строительству АЭС – российская компания «Атомстройэкспорт». Участники проекта – генеральный проектировщик Нижегородский атомэнергопроект, изготовитель реактора и Атоммаш, научный руководитель Института имени Курчатова, изготовитель турбины, силовые машины. В качестве субпоставщиков выступают белорусские производственные организации. Строительство Белорусской АЭС обойдется в 11 миллиардов долларов. Итак, белорусской стороной было сделано предложение Китаю и США поучаствовать в строительстве АЭС. Посол России в Белоруссии Суриков озвучил свою позицию. Участие американцев в строительстве АЭС я исключаю по политическим мотивам. Если к финансированию строительства АЭС подкрутится Китай, то у меня есть сомнение, что Россия будет участвовать в реализации этого проекта. 15 марта 2011 года визит Путина в Минск было объявлено о подписании соглашения о сотрудничестве строительства АЭС. И были даны гарантии, кредитование. Предполагалось, что проект АЭС может оказаться невыгоден России, так как рядом Польша, Литва и Калининградская область, где тоже строятся атомные станции. Но в 2013 году строительство Балтийской АЭС было приостановлено. При экономическом обосновании строительства АЭС ожидалось, что энергопотребление в Белоруссии в 2020 году вырастет и достигнет 24 млрд кВт. Нормы закон о национальной безопасности населения Республики Беларусь основывает правовое урегулирование в области обеспечения радиационной безопасности населения, направлено на создание условий, обеспечивших охрану жизни и окружающей среды. Как я уже говорил, стоимость строительства оценивается в 9 млрд долларов, в часть из которых это энергоблоки и 3 создания инфраструктуры. Но отдавать, конечно же, придется 11 России, а то и больше. Срок окупаемости 15-20 лет. В связи с отсутствием достаточных финансов у Беларусы предполагалось получить кредит в России. И что и случилось. Согласно соглашению сотрудничества, Россия обязалась предоставить Беларуси кредит на сумму 10 млрд долларов. В апреле 2019 года начаты переговоры об увеличении срока кредита с 25 до 35 лет и уменьшении процентной ставки. Вместе с тем, Лукашенко не поленился, слетал в Китай и получил финансирование оттуда тоже. И тоже взял их в долю. Были происшествия во время строительства, а именно произошло разрушение строительных конструкций. А также 8 апреля 2020 года 15 сотрудников, прибывших из России на АЭС, город Островец, госпитализированы с коронавирусом. Впоследствии со стройки из-за контактов с носителями вируса госпитализированы еще 100 человек. Такое положение дел с финансированием атомной станции, конечно же, тоже влияет на события, происходящие сейчас в Беларуси. Продолжение следует.